Издательство «Миф» представляет Венди Кацман, Трейси Добмайер Девочки с блестящим будущим Перевод с английского Маргарита Лобби Читает Анна Басс Три женщины, мечтающие, чтобы их дочери поступили в элитный Стэнфордский университет Единственное свободное место на потоке Какой ценой оно достанется кому-то из них Все начинается, когда за день до подачи заявления Одна из девушек попадает в аварию, которая совсем не кажется случайной На что готовы пойти матери, чтобы победить в этой безумной гонке за престижным будущим для своих детей И какие грязные секреты откроются на этом пути Дом Марен и Винни Пресли Пятница, 29 октября, 23.30 «Это полный провал!» — хихикнула бы Винни, увидев прикорнувшую на диване мать Как не бодрилась Марен, пытаясь дождаться дочь, нянчившуюся с соседским карапузом Усталость вскоре взяла свое И женщина провалилась в сон Очнувшись, она вытерла струйку слюны, вытекшую из уголка рта И одним щелчком клавиши вернула к жизни примастившийся на груди ноутбук По примеру хозяйки, перешедшей в спящий режим Экран вспыхнул, и в глаза Марен хлынул поток информации, обнаруженный поисковой системой Перед тем, как задремать, Марен из мрачного любопытства загуглила необычное имя профессора С которым столкнулась несколько часов назад Когда без предупреждения заскочила в дом своей руководительницы Чтобы вернуть прошедшую техосмотр кофеварку За долгие годы, что Марен проработала личным помощником Алисии Стоун Одной из самых влиятельных женщин в области высоких технологий Она постоянно встречалась со знаменитостями и сильными мира сего А потому какой-то бостонский профессор не показался ей особо значимой персоной Наверняка очередная пешка в тщательно продуманной партии Разыгрываемая Алисией, чтобы всеми правдами и неправдами Пропихнуть свою дочь Брук в Стэнфорд Однако сегодня, за три дня до окончания досрочной подачи вступительных документов Вид его кольнул Марен в сердце, послужив грозным напоминанием На тот случай, если до неё так и не дошло Что для Вини путь в Стэнфорд заказан С хрустом вытянув шею, затёкшую от лежания в неудобной позе Марен захлопнула крышку ноутбука и зашарила рукой под подушками, нащупывая телефон Винни прислала ей сообщение, что идёт домой Но когда Марен выудила телефон и разблокировала экран Она недоумённо захлопала глазами Часы показывали половину двенадцатого вечера И, следовательно, сообщение от Вини пришло более часа назад Неужели дочь тихой сапой проскользнула в дом и отправилась на боковую, не пожелав маме спокойной ночи? Не успела она соскочить с дивана, чтобы заглянуть в дочкину спальню, как в дверь нетерпеливо позвонили Затем истошно забарабанили, и Марен внезапно сообразила, что именно эта какафония звуков и пробудила её ото сна Прячу улыбку, она представила топчущуюся на крыльце Винни, снова забывшую ключи Её дочь обладала острым умом, но была при этом до смешного безалаберной «Да иду я, иду!» — закричала Марен, подходя к двери из крошечного одноэтажного коттеджа Потянув за ручку, она приготовилась одарить Винни классической материнской улыбкой, явственно говорящей «Спасибо, что соизволила вернуться, но где тебя черти носили?» Однако стоило ей распахнуть дверь, как кривоватая ухмылка мгновенно слетела с её лица На крыльце стояла вовсе не её дочь Ничего подобного На крыльце, под тусклым, ослеплённым, расплющенной мышкарой фонарём, возвышался полицейский в полном облачении И Марен инстинктивно поплотнее захлопнула на груди мешковатый кардиган, накинутый на линялую пижаму «Здравствуйте! Чем обязана?» Ей с детства внушали, что полицейские — её самые надёжные друзья и заступники Однако печальный опыт общения со стражами порядка, полученный ею много лет назад, научил её как можно реже попадаться им на глаза «Добрый вечер, мэм. Разрешите представиться? Сержант Уилсон» «Откуда ему известно её имя?» «Сердце Марен замерло» «Да» «Равина Пресли — ваша дочь?» «Да» — за могильным голосом прошептала она «Никто никогда не называл Винни её полным именем» «Мэм, очень сожалею, но у меня для вас печальные новости» «Ваша дочь попала в аварию и серьёзно пострадала» «Нет» — недоверчиво тряхнула головой Марен «Вы, должно быть, спутали её с кем-то другим» Ей захотелось захлопнуть дверь и снова впасть в дрему или погрузиться в размышления Унимая горькую обиду от нанесённого Алисе оскорбления Ей захотелось исчезнуть куда угодно, лишь бы подальше отсюда «Мэм, это смартфон вашей дочери?» Сержант Уилсон протянул ей айфон в знакомом розовом чехле В его здоровенной лапе он смотрелся на редкость забавно И Марен еле сдержалась, чтобы не расхохотаться «Вздор!» — зазвенел в её голове язвительный голос, издевающийся над нелепостью предположения сержанта «Это вовсе не телефон, Винни!» И всё же, словно во сне Марен взяла в руки смартфон Экран был разбит в дребезги Она перевернула айфон, вопреки всему, надеясь, что на задней панели не окажется опознавательного знака Единственного в своём роде пластикового держателя в форме ролла с лососем На которые транжира Винни спустила немалую часть заработанных денег Марен обдала горячей волной страха «Боже мой, она... с ней всё хорошо?» Как я уже говорил, она попала в аварию и серьёзно пострадала Упала с электроскутера Её отвезли в мемориальную больницу Сожалею, но никакими сведениями о её здоровье я не располагаю «Но ведь она жива? Жива?» Никаких подробностей мне не сообщили Сказали лишь поставить в известность её родителей и сопроводить их в больницу Сержант Вилсон переступил с ноги на ногу и вытянул шею, заглядывая Марен через плечо «А отец Винни дома?» «Нет, я одна... мы с дочкой живём вдвоём...» Сержант, понимающий, кивнул «Вы готовы ехать со мной в больницу, мэм? Прямо сейчас?» Марен не ответила, не шелохнулась «Мэм?» «Да... да... обождите минутку» Стоило ей закрыть дверь и направиться в спальню, чтобы переодеться Как её охватила настоящая паника Марен прислонилась к дверному косяку и на миг зажмурилась, чтобы хоть немного прийти в себя и унять дрожь в ногах Придерживаясь рукой за стену, она сделала несколько шагов и замерла, вглядываясь в развешанные там фотографии Каждый день она деловито сновала мимо, почти не обращая на них внимания Но теперь не могла оторвать глаз Горло её подступили рыдания Вот Винни празднует пятый день рождения и улыбается от уха до уха щербатым ртом, в котором не хватает двух выпавших молочных зубов Вот они с Брук, крепко обнявшись, в одинаковых футболках с эмблемой Стэнфорда позируют на пляже перед бунгло-стоунов на острове Сан-Хуан Им обеим по десять лет, и они всё ещё лучшие подружки Вот Винни на прошлогоднем школьном балу, в нежно-голубом платье, подчёркивающем, но не выставляющем на показ её естественную красоту и на высоченных каблуках-шпильках Итак, немаленького роста Винни кажется здесь просто моделью на подиуме А вот последний снимок, сделанный месяц назад, когда её приняли в Национальное почётное общество На нём Винни почти столько же лет, сколько было Маран, когда жизнь её пошла под откос Маран смотрела на фотографию и думала, что всегда хотела только одного — отвести беду от Винни и подарить ей счастье Дочь была для неё всем Она вскинула вверх полные слёз глаза и пламенно взмолилась могущественной высшей сущности, в которую давным-давно перестала верить «Спаси и сохрани её! Прошу тебя! Прошу тебя! Прошу!» Сержант Уилсон включил мигалку, и патрульная машина, прежде чем выехать на магистраль, ведущую к мемориальной больнице, понеслась, вихляя по кривым переулкам их скромного райончика Одного из немногих, что ещё остались в поражённом индустриальном бумом Сиэтле Маран ехала следом, пытаясь держать подобающую дистанцию, но то и дело подъезжала к полицейской машине почти вплотную Мозг отказывался служить ей, руки и ноги тряслись, волосы стояли дыбом Мысли одна за другой страшнее вихрем проносились в её голове Что, если Винни умрёт раньше, чем они доберутся до больницы, и Маран не успеет с ней попрощаться? Что, если Винни парализует? Что, если у неё обнаружатся необратимые повреждения мозга? И как, хотя это тревожило её меньше всего, как, вне зависимости от диагноза Винни, она оплатит астрономические и медицинские счета? Несмотря на то, что она проработала на Алисию более десяти лет, Продержавшись дольше всей её домашней прислуги вместе взятой, медицинская страховка в заключённый между ними договор не входила В прошлом году Маран прошерстила медицинскую биржу штата и ужаснулась Ей оказалась не по карману даже страховка по субсидированной ставке И потому, уповая на их свиньи хорошее здоровье, она потратила деньги не на страховку, а на замену трансмиссии в автомобиле В конце концов, им оставалось продержаться всего ничего Меньше чем через год Винни поступит в университет и получит льготную студенческую страховку Но не откажут ли Винни в лечении? Может написать Алисии? Как член правления мемориальной больницы, та в состоянии обеспечить Винни необходимый уход Она всегда заявляла, что любит Винни как родную дочь Не заварись пару недель назад эта безумная каша с поступлением Маран, не колебаясь, попросила бы Алисию о помощи Теперь же она молила Бога, чтобы ей не пришлось этого делать Кое-как припарковавшись на первом свободном месте, Маран рванула к автоматическим раздвижным дверям Подбежала к девушке-регистратору и засыпал ее вопросами «Ваша дочь в операционной?» — ответила девушка, сверяясь с компьютером «Как только врачи освободятся, они пришлют кого-нибудь сообщить о ее состоянии А до тех пор подождите в приемном покое?» «Уже в операционной?» «Но...» — заикаясь, проговорила Маран «Но...» «Что у нее за операция? Она жива?» «Простите, но больше я ничего сказать не могу У меня нет информации Операция скоро закончится, и вы сами поговорите с врачом» «Ой, погодите...» «Миссис Пресли, верно?» «У меня нет данных о медицинской страховке вашей дочери» «Оно у вас с собой?» «Э...» «Нет...» «Я не захватила ее» «Так торопилась, что вылетела из головы» Маран, как бы сожалея, похлопала себя по карманам «Но, надеюсь, это не отразится на ее лечении» «Не отразится...» «Но прошу вас указать номер ее страхового свидетельства при первой же возможности» «Да...» «Да, разумеется», — заверила ее Маран «Как только, так сразу...» «Уж я об этом позабочусь» «Нет, Маран не врала» «Она просто строила воздушные замки в надежде когда-нибудь принести их на более устойчивую почву» «В приемном покое, кроме нее, находилась совсем юная семейная пара с тремя ребятишками, носившимися, как угорелые» «А также лохматый бородач, то ли бродяга, то ли хипстер» «И женщина в черной дутой куртке и бейсболке, облюбовавшая место в другом конце зала» «Углядев одинокий стул, стоящий в удалении от всех, напротив двери с табличкой «Посторонним вход воспрещен» «Маран уселась на него и приготовилась ждать» «Через полчаса она вновь подскочила к регистратору, чтобы выпадать у нее информацию или хотя бы прочесть по ее лицу, что с Винни все будет хорошо» «Тщетно» «От хирурга не было ни слова» «Да и выражение лица девушки, как и ее голос, не сообщило ничего нового» «Маран поковыляла обратно и только тут заметила, что юная семейная пара и бездомный хипстер исчезли» А вместо них появились новые взволнованные лица Только женщина в другом конце зала все так же несла свою одинокую вахту «Интересно», — мелькнула в голове у Маран «Какая у нее печаль? Кого она ждет?» Женщина, как показалось, ей тоже не сводила с нее глаз Маран попробовала утешить себя, что не у нее одной произошла трагедия, но это не помогло Она рухнула в кресло и закрыла лицо руками Не может быть, чтобы история их жизни оборвалась вот так, на полусловии Из-за какой-то глупейшей аварии, из-за какого-то дурацкого электроскутера Появление на свет вене чуть не разорвало сердце Маран от горя Но со временем, любуясь глазами своей дочки, горящими внутренним путеводным светом Маран научилась подавлять в себе мерзкие, связанные с ее рождением мысли А теперь она и вовсе позабыла про них, вспоминая лишь три прошедшие недели За годы совместной жизни они никогда, никогда так не ссорились И произойди самое страшное, как Маран жить дальше, если последнее, что она сделала для дочери, это растоптало ее мечты Но ведь история их семьи предполагала совсем иное Она обещала Винни славную победу Блестящее окончание Академии Эллиот Бэй и поступление в Стэнфорд, а не борьбу за жизнь в операционной Рукавом свитера Маран смахнула со щек слезы Еще недавно она выла от тоски, воображая, какое беспросветное одиночество обрушится на нее, когда Винни уедет в университет Но разве какое-то одиночество из-за отъезда дочери, сравнимо со всепоглощающей бездонной скорбью, готовой вот-вот навалиться на нее Снова